Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии. Сегодня у нас среда, как говорится, среда пришла, неделя прошла. Начинаем на такой позитивной ноте сегодняшний брифинг. Соответственно, впереди вас ждет очередное кодовое слово. Сегодня оно приурочено к футбольной тематике. Наверное, все следите за новостями и знаете по компенсацию перед капелл. Что касается кодового слова, я произнесу его чуть позже. А вот величина бонуса, думаю, в связи с этим уже ясна. Сегодня это 8%. Мне кажется, неплохая прибавка плюс к тем акциям, которые уже действуют в рамках нашей компании. Напомню, что это бонус на пополнение. И воспользоваться им можно, если произнести кодовое слово вашему персональному менеджеру. Учитывая повышенную волатильность на рынке финансовых активов, учитывая то, что на этой неделе нас ожидает множество еще интересных фундаментальных макроэкономических событий, создающих хорошие условия для сделок, я считаю то, что повысить покупательскую способность своего депозита, увеличить его емкость, это хорошее подспорье для принятия еще более выгодных инвестиционных решений. Переходим к нашему брифингу. Начало сегодня будет традиционно через нефть и динамику российской валюты. Откроете, пожалуйста, котировки ЮКОИЛа, Брэнта. Текущие актуальные цены. Видим то, что нефть полномерно приближается к отметке 59. Что касается вчерашней торговой сессии, то нефть отличилась, пожалуй, одной из самых серьезных, скажем, волатильностей, которую мы видели по вообще всему спектру финансовых активов. Если посмотреть на динамику первой половины дня, то буквально с азиатской торговой сессии Брэнт стал активно проседать и достиг, по сути, уровня 56,5. Тогда до нашей цели 55 осталось совсем чуть-чуть. Ключевой фактор давления на позиции энергоресурсов, как Брэнта, так и WTI, выступило соглашение Запада с Ираном о том, что финансовые и экономические санкции будут сняты. Соглашение, наконец-таки мы его дождались, поскольку переговоры в последние несколько недель неоднократно переносились, затягивались стороны, пытались достигнуть дополнительных договоренностей, но в итоге сделка теперь присутствует на рынке в качестве новостного фона. И мы готовимся к тому, что Иран со своими колоссальными производственными мощностями станет еще одним ключевым производителем энергоресурсов на рынке углеводородов. Иран, санкции, санкции, скорее всего, будут сняты уже до конца этого года, но, по крайней мере, частично. Текущие объемы производства примерно 800-900 тысяч баррелей в сутки. Если мы, опять же, вернемся в 2011 год, когда этих санкций не было, тогда Иран поставлял примерно до 4 миллионов баррелей в сутки. Сейчас можно говорить, что при задействовании этих производственных мощностей ближневосточное государство, указанное, сможет выйти примерно на похожие, подобные уровни. Правда, на это потребуется какое-то время. В целом, как использовать этот новостной фонд? Его нужно использовать в качестве еще одного фактора, который подтверждает избыточное предложение на рынке энергоресурсов. ОПЕК на текущий момент добывает порядка 32 миллионов баррелей в сутки. Уже значительно превысили квоту. Значит, Иран, дополнительный объем, еще большее давление, еще большее переизбыточное предложение, которое не находит соответствующего спроса со стороны, собственно, ключевых потребителей, а значит, наша долгосрочная, тактическая, стратегическая идея и фундаментальная причина коррекции, она остается актуальной для рынка энергоресурсов. Ближе ко второй половине дня динамика нефти развернулась, нефть устремилась вверх, быстро компенсировала потери, которые понесла в рамках торговой сессии и смогла выбраться даже по итогам дня в плюс. И вот, если посмотрим на текущие котировки, уже констатацию того, сколько этот актив прошел за азиатскую сессию, мы увидим то, что есть коррекционные движения, может быть, трейдеры осознали тот факт, что слишком высоко сейчас загнали абсолютно необоснованно нефтяной актив, и в рамках предстоящей торговой сессии мы, скорее всего, увидим полномерное снижение и снова движение в район 57, может быть, пониже. Что касается дополнительных факторов, тут обязательно стоит коснуться запасов нефти в США. Традиционно в авторинг мы анализируем отчет от частного агентства API, после переключаемся в среду на официальные данные от Минэнерго США. Вчерашний отчет API, здесь максимум внимания, ребят, увеличение запасов ни на 100, ни на 300 даже, ни на 500 тысяч баррелей, как это было несколько недель назад. По факту мы сейчас видим то, что запасы нефти США выросли на 7,3 миллиона баррелей. Если сразу переключимся на нефтяной терминал Кушин, который является, скажем, сектором, обеспечивающим нефтяные фьючерсные контракты по марке WTI, Нью-Йоркской биржи, то запасы там еще ближе стали к номинальным показателям примерно на 450 тысяч баррелей. Соответственно, в таких условиях действительно предложению будет очень трудно найти соответствующую поддержку со стороны спроса, поскольку мы видим, что также полномерно оказывается давление и на прочие нефтяные хабры, отроченные по территории США. Сегодня осталось дождаться официальной статистики от Минэнерго, хотя, честно говоря, учитывая то, что за последние несколько недель АПИ и Минэнерго в основном не расходились в оценке, я считаю то, что сегодня нас также ждет уже не такой уж и сюрприз, но констатация факта увеличения запасов. Если это произойдет, значит, у нас уже новая тенденция, потому что будет уже третья неделя подряд роста нефтезапасов. В целом, такой фон, разумеется, сейчас выступает больше фактором для разгрузки энергетического ресурса главного экспортного товара России. Поэтому полномерно можно перейти к динамике российской валюты и увязать, конечно же, именно тенденцию и ожидаемое движение по нефти с перспективами российской валюты. В целом, ждем коррекции по нефти. Разумеется, рублю также придется сдавать позиции основным конкурентом как американской валюте, так и европейской валюты. Актуальные котировки 56,7. Такое своего рода символичное, сакральное значение. Никак пока рублю не удается засыпиться выше 57. Но я думаю, что это вопрос времени, потому что мы видим, что чем ближе пара USDRA подбирается к этой отметке, тем больше к текущим актуальным ценам привыкает рынок, считая их уже абсолютно равноместными. с учетом актуальных цен на нефть и, в общем, с фундаментальной точки зрения, это те ориентиры, которые вполне оправданы. Мы ожидаем еще большего витка девальвации, дополнительного давления на российский валютный актив. И сейчас единственное, наверное, что может поддержать позиции рубля, поспособствовать тому, что, может быть, какосрочно локальная пара найдет основания для движения в район 55. Это, пожалуй, налоговый период, но до него еще у нас остается больше недели. Но и, возможно, восходящее движение по бренду, если этот актив сможет закрепиться выше 60 долларов за баррель. Это пока также в порядке ожиданий, слишком оптимистичных, наверное, для тех, кто делает ставку на нефть. Но мы руководствуемся фактами, статистикой и фундаментом, и пока оснований для подобной динамики не имеются на рынке. Идем дальше. Евро, доллар, также откройте графики, посмотрите. Здесь также есть символичное значение ценовой 1.10. Даже с учетом острого, интересного, негативного фундаментального фона европейской валюты никак не удается оказаться ниже этого уровня. И периодически мы видим то, что евро находит основания для локального роста, основания в также периодически появляющихся оптимистичных заявлениях по фону, касающихся греческого происхождения. Но сейчас я советую снова вернуться к статистическим данным, снова вернуться к ситуации в Греции. В принципе, мы вчера подвели итоги уже последние, характерные для именно противостояния многомесячного между тройкой корриторов и греческим правительством. Мы знаем то, что сейчас уже достигнуты условия, не позволяющие говорить о том, что Греция может выпасть из зоны евро. Сохранили членство, поэтому определенный риск уже снят. Что касается договоренности, то сейчас, разумеется, актуальные вопросы предоставления Греции третьей программы финансовой поддержки. Для того, чтобы эта программа была предоставлена, нужно, чтобы Греция реформировала экономику согласно той дорожной карты, которая была положена в основу сделки соглашения стройкой корриторов. Единственное, что мы коснулись нескольких подводных камней, которые имеют место быть и которые сейчас создают дополнительные риски для евро. То, что ЦИПРСу необходимо согласовать тот самый пакет реформа, который явно вышел за рамки того мандата, предоставленного со стороны правительства. И ему сейчас как раз нужно согласовать его в Греческом парламенте. Мы знаем то, что парламент весьма негативно относится к любым инициативам, касающихся дополнительной фискальной нагрузки по населению. Но в целом, все-таки, если уже делать ставку на оптимистичный исход, наверное, стороны проявят максимум ответственности. Если уж тройка корриторов согласилась предоставить Греции необходимые объемы финансовых средств ликвидности, значит, наверное, препятствия чинить не будут и в парламенте. Сегодня до конца сессии это решение должно стать актуальным для рынка. Я думаю, что как раз сейчас будет идти обсуждение. Единственное, что если получится так, что в момент голосования в парламенте, единственный, кто будет за подобных мер, это партия Сириза, которая, разумеется, лоббирует интересы Цифроса, может возникнуть еще больше риска, связанный с тем, что появятся вопросы, связанные с голосованием по этому доверию к правительству. Тем более, если оставшаяся часть политической коалиции будет выступать против этих мер. Поэтому сейчас есть такой легкий риск. Я не хочу, конечно же, пугать трейдеров, инвесторов, всех тех, кто следит за нашими брифингами, тем, что сегодня экономический кризис может постепенно получить основания и перерасти в кризис, скажем, легитимности институтов государственной власти. Но подобные риски есть. Разумеется, это не положительный фактор для евро. И, опять же, в потенциале даже по факту вроде бы как разрешенного греческого вопроса, все равно мы не можем поставить жирную точку на этом вопросе. А значит, сохраняются риски, значит, главный валютный риск имеет все предпосылки, в том числе и греческого происхождения для еще большей коррекции и снижения вниз. Что касается статистики. Вчера было опубликовано много макроэкономических данных. Можно прямо начать с ЗЮ. Это прогноз о настроении бизнес-элиты Германии. Плохой отчет. По сути, минимальный показатель с ноября 2014 года. После этого были опубликованы данные по промышленному производству. Снова плохой отчет. Минус 0,4%. И в целом мы уже можем констатировать, что плохая статистика по промпу производства, которые напрямую влияют на темпы экономического роста, опубликуется уже третий месяц подряд. А значит, это уже самая настоящая тенденция. Из этой статистики, из слабых макроэкономических данных напрашивается вывод сам собой. Прежние меры экономического стимулирования, агрессивный выкуп активов, расширение программы количественного смягчения. И вот эта поддержка, которая идет со стороны монетарных властей Европейского Центрального Банка, она пока не находит должной отдачи и не приносит, скажем, те плоды, на которые надеялось монетарное руководство. Поэтому здесь также какое следствие может быть? Значит, экономика нуждается в большей поддержке. Если экономика нуждается в большей поддержке, значит, Европейскому Центральному Банку нужно уже сейчас задуматься. И я надеюсь, уже это произошло о том, чтобы увеличить программу количественного смягчения, соответственно, поднять емкость, которая идет на покупку облигаций с 60 миллиардов евро, может быть, даже до 75. Но пока не будем задирать выше, поскольку в целом нужно еще исходить из вопроса потенциального расширения баланса. 75 – это и так уже будет слишком много. По крайней мере, можно начинать постепенно задирать этот показатель и смотреть на то, как экономика. Это будет реагировать на еще более агрессивные меры экономического стимулирования. В целом, нужно уяснить, что на текущий момент экономика валютного блока Германии явно уже потеряли прежние темпы экономического восстановления. И сейчас мы видим уже серьезные риски, которые могут стать системными. Помощь нужна. И поскольку уже в этот четверг мы ожидаем обновленных данных по индексу потребительских цен, соответственно, после этого состоится еще конференция руководителя Европейского центрального банка Марио Драги, я думаю, что в каком-то формате эти новые меры экономического стимулирования будут озвучены. Тем более, если и индекс потребительских цен снова будет тяготеть к отрицательной зоне и, соответственно, рискам дефляции. Вероятность этого есть. Опять же, призываю вас посмотреть на содержание экономического календаря и именно на месячный показатель. Там как раз уже маячит отрицательные значения. Поэтому в целом со стороны Греции, с греческого фона мы переключаемся на прежнюю идею, касающуюся программы количественного смягчения, программы QE, действующей в рамках валютного блока. Анализируем объемы, смотрим за отдачей для экономики этой программы и пытаемся прогнозировать перспективы дальнейших механизмов, инструментов и изменений в этой программе для того, чтобы, опять же, достигнуть более приемлемых показателей по темпам экономического роста. Поэтому для евро, как ни крути, это всеобъемлющий фон, указывающий на более, скажем, коррекционное будущее. Тем более, что по американской валюты мы ждем соответствующего роста. Евро, доллар. Считаю, что 1,10 – это как раз последний этап и проторговки, мы сейчас наблюдаем, и в ближайшее время сможем пойти еще ниже. Наша цель пока 1,08, потом будет возможно значение и 1,05. Если программа количественного смягчения будет расширена в самое ближайшее время, несколько недель, ну или, по крайней мере, в перспективе месяца, я думаю, что вот это давление еще больше усилится, и евро сможет достигнуть наших тактических и стратегических целей в 1,05 еще гораздо раньше, чем предполагалось. Далее идем. Доллар японская иена. Здесь стоит обратить внимание на последний отчет. Это роничные продажи. Вчера по факту мы увидели сокращение на 0,3% против прогнозного ожидания роста на 0,3%. То есть, в целом, статистика, соответственно, плохая. И, может быть, локально для ряда трейдеров это стало причиной, в следствии которых они решили то, что ФРС может пересмотреть сроки повышения процентной ставки. Но я считаю то, что обращать внимание только на роничные продажи, несмотря на то, что этот отчет является определяющим для темпов экономического восстановления, сейчас не стоит. У нас гораздо больше статистических подтверждений того, что в целом американская экономика восстанавливается. И самое главное, у нас есть подтверждение со стороны человека, который будет принимать это фактическое решение. Это председатель ФРС Джанет Йеллен. Напомню, что на прошлой неделе она ясно дала понять, что повышение процентной ставки произойдет до конца этого года. Сегодня нас ожидает выступление также еще одного председателя ФРС. И я считаю то, что в какой-то мере оно снова будет посвящено как раз анализу текущей актуальной ситуации по экономике США и в каком-то формате снова проскочат наметки на ужесточение монетарной политики, на нормализацию денежно-кодитной политики в США. В целом мы ждем, разумеется, поддержки в связи с этим для американской валюты и снова продолжаем делать ставку на нашу долгую, затяжную инвестиционную идею по паре доллар-японской иены. Это движение в район 125. Еще хочу отметить тот факт, что вчера прошло голосование председателей региональных представительств ФРС. И в этот раз уже 5 членов высказались на пользу того, что ставку нужно повышать уже сейчас. Напомню, что двумя месяцами ранее их было 3, месяц назад 4, сейчас 5. И если следующий месяц окажется уже 6, значит это больше 50%. Поэтому ставка, скорее всего, будет повышена либо в сентябре, либо в декабре. Но пока больше, конечно же, вероятности и шансов на то, что это произойдет как раз под закат 2015 года. USDCAD, также хочу обратить ваше внимание, откройте пожалуйста графики, посмотрите. Вчера наша цель, которую мы поставили на уровне 1.28 была реализована, связана это как раз с теми потерями, которые нес энергетический актив, нефть, являющийся определяющим также и для канадской экономики как один из самых главных и экспортных товаров. Сегодня мы фокусируемся на решении Банка Канады, возможного решения по снижению процентной ставки. Есть вероятность того, что ставка будет снижена с текущего показателя 0,75 на 25 базисных пунктов, то есть до 0,5. И если мы обратимся к аргументам в пользу подобного решения, то их в принципе достаточно. Самое главное из них это потенциальное ослабление энергетического ресурса, это действительно слабость канадской экономики, низкие показатели по темпам экономического роста, плохая статистика по рынку труда, соответственно дополнительное давление, которое связано с низкими показателями по инвестиции, по капиталовложениям в эту экономику, и в целом сейчас вряд ли мы найдем какой-то аргумент, вследствие которого можно будет сообщить либо констатировать, сказать, что сейчас нет оснований для смягчения и дополнительных экономических стимулов со стороны монетарных властей Канады. Поэтому даже несмотря на то, что в прогнозе мы сейчас не увидим то, что ожидается по консенсусу снижения ставки, я считаю то, что вероятность этого очень высока. И если сегодня ставка будет снижена, значит пара очень быстро уйдет в район 1,29 и может быть даже нацелится на нашу долгосрочную цель, это 1,30. В принципе, даже если ставка не будет снижена, я считаю то, что 1,30 рано или поздно этот уровень будет достигнут, пусть и не так быстро, если мы услышим все-таки о фактическом решении по смягчению монетарной политики. USDCAD по-прежнему делаем ставку на движение выше 1,28 и даже достижение уровня 1,30. Теперь, что касается кодового слова на сегодня, это капелла. Еще раз напомню, что бонус дополнительный плюс к тем акциям, которые действуют в рамках нашей компании, это 8% и советую им воспользоваться. Вопросы есть? Тогда большое спасибо за внимание, ждем дополнительных вопросов и комментариев на нашем официальном канале Amarkets. Оставляйте их под видео окном, всего доброго, до свидания.